Всем большой приветик! Вы на канале Creative Heaven. Начинаю свой хобби-влог новый. В общем, сейчас пока что туговато как-то с раскрашиванием. Потихоньку, не спеша, не тороплюсь никуда, много работ не планирую сделать. Вот поэтому я в расслабленном темпе, спокойненько снимаю, работаю. Есть некоторые дела, в общем, пытаюсь это все как-то скорректировать. Вот поэтому немного будут не так часто выходить ролики, как раньше, но, в принципе, зато я все равно хоть как-то раскрашиваю, и у меня нет практически фломастерных работ. Поэтому это уже хорошо, я экспериментирую, это намного лучше, чем было раньше, мне кажется, лично. Ну и я решила, посмотрев видео у Виктории Папуна, это ее любимая раскраска, волшебная шкатулка. Мне она тоже, в общем-то, нравится. Из всей коллекции это, наверное, любимый мой это рассветный час, волшебная шкатулка, ну еще там одна или две от Ханны. Ну, короче, в общем, я сейчас стала акрилом чаще пользоваться и вдохновившись Викой. Вот, спасибо ей за это большое. Недавно вышел ролик, раз посмотрела, я решила сделать акриловый фон. Здесь есть очень подходящая под этот иллюстрация, и, наконец-то, мне не придется больше делать вот такой вот ужас с пастелью сухой. Видите, как это испортило раскраску, даже еще вот до сих пор цвета осталось, сколько я ее не вытирала, что только не делала, все равно еще осталась вся эта грязь от пастели, тем более от темной. Здесь есть вот такая вот иллюстрация, так как это в круге, то будет очень удобно раскрасить акрилом, не нужно будет, нет мелких деталей, которые придется обходить. это очень удобно, поэтому я буду сейчас экспериментировать с фонами. Я крашу таким акрилом, конечно же хочется мне все-таки теперь купить акрил. Решила я выбрать такой фиолетовый вот оттенок, не знаю как он сюда зайдет или нет. Голубым я уже пользовалась, там есть у меня еще бледно-розовый, черный и еще какой-то. Мне черные как-то не очень нравятся, смущают они меня, поэтому я хочу вот фиолетовый посмотреть как получится. Ну и в принципе фиолетовый это мой любимый фон, поэтому я буду делать этим оттенком. Я в прошлый раз красила фон акрилом вот такой вот кисточкой. Кстати, мне нужно наверное сразу стакан взять, иначе я же могу забыть. Вот и сейчас я этой же кистью. Хочу еще попробовать. У панды видела немножечко закругленная такая кисть. В нашем магазине, к сожалению, не видела, но если вдруг пойду в ближайшие дни, то посмотрю и возможно куплю тоже с закругленным кончиком, чтобы было более удобно. Ну как там, не кончик сам закруглен, а то есть вот эти вот края, они более круглые. Ну не знаю, давайте попробуем на камеру это сделать. Конечно было бы хорошо его размешать, и я наверное размешаю акрил не кисточкой чем-то, а в банке его потрясу. Я думаю это будет намного удобней. Конечно сейчас все на крышке окажется, но ладно. Да нет, в принципе. Что было, то и осталось. Надеюсь на камеру будет видно. От меня, к сожалению, далековато получается раскраска. Я не... Сразу говорю, акрилом это второй мой опыт, поэтому... Блин, я лист не подложила. Поэтому здесь будет не очень прям там шикарная какая-то работа, да. Все, подложила я лист. Я наверное ничем не буду его закрывать, потому что сейчас это все будет по-простому. так. И мне бы вот, конечно, мне будет наверное немного неудобства того, что я далеко от раскраски, и мне будет не так видно. И проблема вот с акрилом, ну точнее как не проблема, нужно приноровиться, чтобы вот не было вот этих вот полосочек, потому что он подсыхает быстро достаточно, и тут нужно успеть просто-напросто, нужно успеть, чтобы не было этих полос. И наверное скорее всего зашла я за другую часть. Я сразу говорю, я очень безалаберный. Блин, я же говорю, я очень безалаберный человек, особенно когда это дело все на камеру делается. Тут сейчас аккуратно ничего не будет, скорее всего. Вот как вы делаете такие ровные фоны, девчонки? Объясните, пожалуйста, все равно же вот следы от кисти остаются. Как сделать этот фон таким ровным. Но я еще буду второй слой скорее всего наносить, потому что только с помощью вторым слоя как-то получалось добиться какого-то более хорошего эффекта. Блин, что-то я это много на кисть взяла акрила, и это будет сейчас неудобно. Ну, в общем, я раскрашиваю это в таком формате. Блин, видите, зашла за край. Блин, ну мне неудобно. Ладно, я попробую, может быть, обведу это как-то где-то золотом тоже у панды подсмотрела. Короче, мне неудобно. Еще и на камеру, знаете, ты чувствуешь какую-то ответственность, что ли, перед подписчиками, что если ты сейчас некрасиво нанесешь фон, то это будет что-то с чем-то. Ну, короче, вы знаете, такое... Ого! Ого-ого! Я что-то прям переборщила с акрилом, слушайте. Ровно не получается. Ну, ладно, я что-нибудь придумаю. Это не проблема, мне кажется. Главное, чтобы сам фон ровно лег и не было каких-то резких переходов, чего-то такого. И это матовый акрил. Не знаю, может быть, глянцевым лучше намного красить. Кто его знает, не пробовала. У меня, по-моему, все матовые, если я не ошибаюсь. Так, вот я тут, конечно, намудрила так намудрила. Мне срочно нужна салфеточка, потому что это капец. Я испорчу такими темпами раскраску. Ну, ладно, на иллюстрации не попало, уже хорошо. На самой раскраске это не так страшно. Так, ну, я, наверное, думаю, что я неправильно что-то все-таки сделала. Ну, ладно, как есть, так есть, да. Я все-таки учусь с акрилом вообще работать, и поэтому так. Посмотрим, что из этого в итоге выйдет. Все равно, когда уже будет в законченном виде, когда я какие-то там нюансы доделаю, переделаю, да, что-то подправлю, подкорректирую, то уже будет намного по-другому все смотреться. Естественно, выключив камеру, придется что-то переделывать. Ну, имею в виду, дорабатывать. Как-то это лучше. Ну, вот видите, косяки мои, косяки. Я не знаю, как вы так ровно это все делаете, девчонки. Прям вообще, мне это... Для меня это загадка. У меня все равно вот следы от этой кисти остаются. Так, я продолжаю. Видимо, в этой части я слишком много нанесла акрила. Да, и вот здесь вот мне точно, я забыла про эту часть. Здесь же нужно было сразу растереть, потому что, когда остается акрил долго, ну, то есть, если его сразу ровно не нанести, ну, по крайней мере, более равномерно, насколько это можно, да, насколько ты умеешь сделать, то, как его... Скажите, я скажу. То эти пятна останутся, эти толстые линии, с ними ничего не сделаешь. Как-то... Опять я, блин, затронулась, да. Да, неудобно. Акрилом вообще неудобно на камеру раскрашивать, потому что я, получается, чтобы... Как сказать-то... Короче, я далеко сижу от раскраски, а мне нужно видеть прям все полностью. Получается, что я не вижу этого всего, и получаются вот такие вот неровности, которые есть сейчас. Вот. Ну, скорее всего, будет второй слой. Я вторым слоем, когда делала прошлый свой фон тоже в Ханне Карлсон. Это было намного удобнее. Так, давайте теперь уже. Наверное, все-таки нужно еще искать подходящую кисть. Я здесь, знаете, что подумала? Я недавно смотрела Влада Пейнт, по-моему, как-то так канал называется. У нее на Jackson's Art, она говорит, что очень крутые кисти от самого бренда Jackson's, и они достаточно дешевые у них. Вот. Ну, конечно, синтетика я имею в виду. То есть то, что из натурального, она вряд ли будет дешевым. Поэтому я вот что-то как-то планирую, когда я буду делать следующий заказ на Jackson's Art, то я, наверное, обращу внимание на вот эти их кисти. Будет очень интересно потестить и посмотреть. И почитаю в интернете, какие кисти более удобны все-таки для акрила, потому что это имеет значение. Изначально, когда я еще только гуашь покупала, читала я про то, какую кисть лучше выбрать для гуаши, для акварели какую кисть лучше. И, ну, там совсем все кисти разные. Вот. Ну и понятно, еще каждый для себя выбирает, что ему удобнее. Главное, ничего не уронить и не разлить. Иначе я останусь с грязными занавесками, с грязным столом и так далее и тому подобное. Так, еще бы видеть, где у меня тут, где у меня заканчивается лист раскраски, где начинается обычный лист бумаги. Так, как бы мне теперь так сделать, чтобы ровно отвести круг. Ну, почти ровно. Так, я чуть-чуть это, видите, сосредоточилась и сразу замолчала. Так, как бы мне тут теперь это все обойти так удобненько, чтобы ничего не испортить. Ладно, я зашла все-таки за контур, но постараемся это как-нибудь исправить в будущем. Надеюсь, это получится. Блин, ну опять я много макнула. И посмотрим, что из этого выйдет. Хотелось бы, конечно, чтобы все было красиво. Но я еще не настолько профессиональна. Вот, поэтому пока что не все будет так гладко, как хотелось бы. Но со временем всему научимся. Да, чуть-чуть, конечно, я зашла за буйки, так это скажем, за края. Неудобно. Надо было, наверное, все-таки достать еще вторую кисть, чтобы вот так вот обводить. Чтобы обводить контур этого кружочка. Я думала, будет проще. Оказалось, нет. Нет, не так это просто. И опять чуть-чуть не хватает красочки. Так, теперь наоборот, переборщила с краской. Да. Ладно, придется здесь тоже какой-нибудь фон фиолетовый делать. Ну, это ладно, в принципе, это нормально. Это даже будет интереснее, мне кажется. Ну, или каким-нибудь черным. И знаю, сейчас все подсохнет, и я посмотрю, может быть, и второй слой не нужен будет. Посмотрю, как это на камеру смотрится. Но мне кажется, что нужен будет. И вот тут вот плохо я размазала. Еще и много акрила нанесла. Ну, он высыхает, такой интересный цвет получается. И, возможно, я добавлю какие-нибудь белые сюда. Как это называется-то? Белые точечки. Не знаю, что получится, посмотрим. Но это будет уже за камерой. И я немного ушла в сторону. Короче, пока что получилось так. Так, теперь надо кисть замочить сразу. У меня, ну, я когда сразу замачиваю кисть, в принципе, она очищается хорошо от акрила, и все нормально потом с кистью. Никаких проблем не бывает. Вот. Ну, ладно, оно подсохнет. Посмотрим, что из этого получится. Возможно, я еще подберу какой-нибудь другой фон. Ну, я имею в виду другую иллюстрацию, где тоже можно будет сделать фон. Также включусь и покажу. А саму уже иллюстрацию буду раскрашивать, но попозже. Не сейчас, это точно. Ну, что ж, я продолжаю раскрашивать Ханни Карлсон в волшебной шкатулке. Вот эту иллюстрацию. В общем-то, все высохло. Я решила, что, наверное, второй раз я не буду проходить. Есть, конечно, погрешности такие небольшие. Ну, во-первых, этот цвет такой, ну, я имею в виду к тому, что пастельные оттенки, они как-то незаметны на них проблемы, да, косяки и так далее. Вот. Ну, в итоге, короче, иллюминации у нас это на лице. Ну, может быть, конечно, на чей-то взгляд это не самый красивый портрет, да, и там очень плохо получилось. Единственное, что мне не понравилось, это слишком темные брови, и переборщила я с макияжем. Но я иллюминациями все это делала, поэтому, как бы, у меня палитра всего лишь 20 оттенков, и мне нечего было подобрать под макияж особо, и очень проблема, в чем у меня возникла, ресницы. Ресницы я сделала брутфунерами, это была моя самая большая ошибка. Короче, я вот с каждым разом все разочаровываюсь и разочаровываюсь в этих карандашах. Ну, не знаю, они здесь, то есть вот, как бы, ну да, здесь уже были карандаши нанесенные эти люминансы, но все равно, чтобы вот, ну не знаю, ну не такой он черный, хотя вот на этой бумаге это у меня обычная описная толстая, просто вроде бы нормально. Значит, возможно, из-за того, что здесь люминансы были нанесены и получилось вот, ну не очень получилось, как-то вот оно, реснички неестественные получились, не очень красивые, как обычно я раскрашивала, они как-то, ой, теперь я вообще переборщила, ну ладно, пофига, ничего страшного, вот. И мне не понравилось, короче, поэтому пока что, может быть, бумага и вправду не подходящая, плюс еще карандаши уже были нанесены. Я хотела более, конечно, не знаю, выраженное лицо сделать, ну больше слоев нанести там, да, как-то более красивее это сделать, но когда переносица у меня начала немного более-менее получаться лучше предыдущих моих вариантов, которые у меня были, в этой раскраске нету. Я даже покажу, допустим, давайте, сейчас будет одна работа, которой я первый раз в жизни села за нее, не пугайтесь, ну кто-то уже видел кто давно со мной, первый мой портрет, который я пробовала без теней, не понимая, что это такое, это был вот этот вот ужас. Мне его еще исправлять придется в будущем, конечно, но не сейчас. Ну и как вы понимаете, да, что здесь и что здесь, это две большие разницы, причем, ну, такие великие, я бы сказала, разницы. Вот, портретов я не так много нарисовала, ну и раскрасила, да, в свои, ой, за свою практику раскрашивательную, но то, что было там и то, что здесь, и да, переносица здесь получилась. Я хочу сказать, в отличие от того, что было до этого, что я показала, вот, поэтому, ну, нормально. Волосы я уже начала раскрашивать полихромосами, и также вот эту вот часть, ну, звезды, небо, типа того, да, я буду раскрашивать тоже полихромосами, два цвета. Первый я вообще Dark Indigo начала, но он какой-то синий-зелено-черный, да, мне не очень понравилось, потом я поняла, что я перепутала цвет, мне нужно было брать эндотреновый синий, он будет такой же, ну, он тоже темный, но он именно синий. И вот буду оттенок, ну, еще добавлю один-два оттенка, посветлее, чтобы были, вот, и доделаю. Волосы я раскрашивала всего тремя оттенками, причем этот был последним, это как было эндейло просто и все. Я раскрашивала, сейчас я скажу, что за оттенки. Нуга, 178 и Бистер, какой-то, Бистер, Бистер, не знаю, вот, и получается 178 и 179. Первый цвет мой был самый светлый, это вот этот оттенок, вот, а второй был это вот этот, то есть я затем, ну, здесь более-менее затемняла. Волосы тоже, конечно же, не получились, как должны они получаться, но многим Ханне сложно раскрашивать волосы, портреты и так далее, да, поэтому неплохо, уже неплохо, это даже лучше, чем могло бы быть, наверное, вот. Осталось определиться, получается, ну, осталось вот эти волосы докрасить, ну, вы сами это все видите, вот, и бижутерию всю эту докрасить, и тогда уже будет понятно, что к чему, ну, и все-таки я хочу на этот фиолетовый фон, не знаю, может брызги какие-то белого оттенка сделать, может что-то еще, пока еще не решила. Я, и, кстати, почему-то я выбираю всегда работы, которых нет в раскрашенном в интернете, ну, то есть, как бы они есть, но их мало. Вот я нашла вот этих портретов, три всего портрета по разным хэштегам, я не нашла больше, ну, может, там дальше порыться будут и еще, но они все однотипные, тоже не сильно профессионально выполнены, да, поэтому, как бы, мне не с чем сравнить, не на что опереться, посмотреть, подумать, где-то, может, ошибка, работу над ошибками, да, сделать, или как-то от какой-то иллюстрации взять и это использовать тут, потому что, ну, пока не знаю, волосы цвет здесь тоже особо не подходит, но мне захотелось такой, я не хотела сильно заморачиваться, черный не пробовал еще особо раскрашивать волосы, светлые, в принципе, тоже, хотя здесь они, в общем-то, светлые, то есть, это что, типа, блондинка между шатенкой, да, плюс-минус так, вот, и здесь было более плавно, а тут вот уже получилось мне неудобно, как бы я не разворачивала раскраску, не то получается, и здесь это уже получилось немного по-другому, ну, в общем, так вот выглядит моя работа, вообще, за вдохновение, за ролик, который выпустила Вика, спасибо ей большое, если бы не ее ролик, я бы сегодня не раскрасила еще одну работу за июнь месяц, а это, ну, как, еще не раскрасила, но я ее доделаю сегодня, и вообще, хотелось бы мне что-то еще здесь пораскрашивать, так что, я думаю, что это не последняя работа, возможно, мое раскрашивание в волшебной шкатулке продолжится, получается, с рассветным часом, и вот волшебная шкатулка, это две мои лучшие, две мои любимые раскраски, вот эту хочу я иллюстрацию, но здесь меня кот смущает, я не знаю, смогу я его раскрасить или нет, вот, ну, в общем-то, так мне есть, что тут пораскрашивать, поэтому посмотрим, может быть, все-таки, у меня пока что портреты впечатляют, но раскрасив один портрет, не значит, что у меня получатся остальные, вот в чем еще загвоздка, поэтому не знаю. Ну, а этот хобби-влог я хочу завершить на очень интересной нотке, мне пришел заказ с Алиэкспресс, и сегодня в магазин заходила, мне нужно было купить, в общем-то, папа попросил закладки, типа клейки купить, и я не могла себе что-нибудь не прикупить, у меня как раз было 500 бонусов, вот, и я так понимаю, что 50% оплатили, потому что, ну, 400 бонусов где-то сняли, и заплатила всего 400, ну, и примерно покупки на 800 рублей выходили как раз, вот, хотя 50% у нас очень редко такая скидка, так, ну, давайте покажу, я подсела в последнее время на акрил, так, листочек приготовила, и не стала еще пока заказывать в интернете, решила взять несколько оттенков на пробу, в принципе, мне эта фирма достаточно устраивает, вроде бы неплохо получается наносить такой акрил, конечно, для меня это многовато, такие тубы, ну, такие флакончики, и вот это вот у нас, ой, я хоть в кадр вмещаюсь-то, и это у нас, получается, не срок годности, это дата изготовления, что-то я как-то это тупанула, вот, ну, староватый уже, в принципе, но я не знаю, сколько у акрила срок годности, и вот такие вот два, ну, у нас очень мало представлено оттенков, как бы все, больше глянцевых, наверное, разнообразия, чем матовых, и вот такие два еще матовых, ну, как бы, там все остальное, такое какое-то, знаете, ядовитое, яркое было, вот это вот самое оптимальное, и такой набор кистей, на канале у Color Vip Panda я видела с таким вот закругленным кончиком кисти, ну, у нас, конечно, в магазине профессиональных почему-то не было кистей, только вот непрофессиональные, дешевые, ну, как дешевые, 200 с чем-то рублей этот набор обошелся, в принципе, ну, не особо-то он и дешевый, тем более, если посмотреть, какое здесь качество, ну, ужасное, древесина, по крайней мере, ужасная, так, и смотрю, резинки уже рассыпаются, такое ощущение, как будто лет 10 уже висит этот набор, так, ну, и с маленькой начнем, такая вот кисть, не знаю, будет удобно, конечно, акрил наносить или нет, я решила попробовать еще вот с закругленным кончиком, очень интересно, хорошо ли они будут, ну, удобно ли будет акрил им наносить, единственное, что на большой кисти как-то у нее, у этой, один вот, видите, здесь торчит, это я вытащила его, короче, ну, пока в упаковке было, я приоткрыла, вытащила, короче, приклеился уже непосредственно к этому корпусу, ну, посмотрим, что из этого получится, сейчас, наверное, какой-нибудь из этих кистей и сделаем, ну, нанесем акрил, наверное, мы возьмем восьмелочку, такой, средний, да, объем, ну, средний размер, это выкраска чисто только для вас, я ее, кстати, надо заняться этим делом, акрил, гуашь и подобные вещи выкрасить где-нибудь, единственное, что я не перемешала, кистью это будет, конечно, неудобно делать, но, я думаю, что, в принципе, сильно на нанесение это не повлияет, здесь, потому что, так вот, посмотреть, даже перемешивая и не перемешивая, оттенок один и тот же, никаких осадков, точнее, на поверхности ничего такого нету, поэтому, в принципе, должно равномерно ложиться, сейчас посмотрим, как это будет выглядеть, но все-таки я многовато взяла акрила, вот, и что-то я не подумала, забыла я уже, что надо было салфетку еще какую-то взять, можно было поменьше взять акрила, сейчас он будет пока, пока он высохнет, это долго, ну, то есть, один оттенок мы сможем высохнуть, ну, он успеет высохнуть, а вот последний, который я нанесу, но вряд ли получится им высохнуть, так, сейчас я салфеточкой тогда буду протирать сразу кисть, хорошо, что все под рукой, когда стол большой, очень многого, много всего под рукой находится, можно с легкостью доставать, теперь вот такой вот, он какой-то, знаете, коралловый вроде бы, да, я даже не знаю, здесь написано оттенок или нет, да, оттенок, а, нет, написано вот коралловый, да, значит, все правильно, значит, правильно я подумала, я в оттенках некоторых не разбираюсь, вроде бы так смотришь, там какой-то розовый, персиковый, не персиковый, а в итоге получается, что это коралловый, да, так, надеюсь, по той же самой кистью, надеюсь, там, блин, вот опять я все-таки много взяла, ладно чем больше тем интереснее посмотреть результат эффект от оттенка все-таки наверно планирую заказать наверно на озон потом попробую заказать акрил таир по моему называется да вот уже де синий цвет начинает проявляться ну ладно принципе у колоринг life видела акрил таир вот не знаю надо либо ролик еще раз будет посмотреть либо в комментариях напишите кто пользовался таким акрилом все наборы которые продаются но я пока не не видела только на озон на волберест не искала у них повторяются оттенки в наборах по названиям или все-таки они все разные просто лет кто читает сильно не вникала и не заметила сразу разные они или все там одинаковое ой ну смысле не повторяются ли оттенки в каждых наборах мой какой красивый свет слушайте так очень симпатичный оттенок и вроде бы кстати этой кистью неплохо наносится но здесь я видите как сказать здесь бы можно было на два слоя сделать здесь будет пляшивость то есть раскрашиваю как-то я больше заглаживаю все эти детали моменты получается загладить на выкраски много пришилось остается вот ну вот этот вот оттенок мне очень сильно нравится даже больше двух вот этих коралловый не очень не понравился какой-то красно-оранжевый вот вот этот вот еще мят не по моему нас сейчас расскажу вам какой-то цвет светостойкость кстати троечка у него по моему это хорошая светостойкость это турецкая зеленая вот и вот этот оттенок сейчас я тоже вам скажу это пыльная роза она понятно симпатичный оттенок и последнее это кофейный классный так вот тоже это все выглядит дело ничего там лишнего так скажем нету хотя уже в принципе в срок году концу он не подходит но уже такой старенький достаточно акрил я бы сказала мне кажется когда все равно только выпущены только что свеженький так скажем да наверное он намного лучше наносится хотя опять же могу ошибаться нет мне кажется все таки не ошибаюсь потому что чего бы чтобы только я не пробовала и это не к не только касается художественных каких-то там моментов вообще из все что только есть нашей жизни да а всегда когда только что выпущенная свежая новенькая она намного лучше и по вкусу допустим да если съедобного чего-то если из такого и по виду и по нанесению допустим она всегда лучше вот короче такие вот были покупочки в принципе наверное вот эти два самые мне более все больше всего понравились вот этот еще подсохнет будет видно но вот бутылочки в баночке точнее мне нравится больше и так вроде бы в принципе одинаково ну как-то нет тут темнее мне кажется он нанесся вот так ну и сейчас будет у нас самое интересное с вами как раз пускай он пока подсохнет а пока я буду кое-что другое показывать интересненько и потом посмотрим как он в сухом виде смотрится ну что ж пришел мне заказ aliexpress вот такая вот упаковочка но я думаю вы все догадались прекрасно что уже там внутри находится у этой упаковки так сейчас я попробую аккуратненько надрезать чтобы чтобы ничего не повредить я как-то я это делаю пока что за кадром сильно смято ну да опять же есть такие вот косяки вроде бы понятное дело что это все транспортировка навряд ли мне ее такую упаковали ну все равно может быть конечно это будет не так печально сейчас посмотрим я ее еще открою то что еще заследировано же у нас оказывается так вот нужно поаккуратней сейчас надрезала и давайте посмотрим посмотрим хоть что там внутри я как бы смотрела я еще эту раскраску увидела первый раз по моему аллы хобби это было очень давно ой вот но я тогда серьезно думала над корейскими раскрасками а вот в последнее время как-то все-таки решила как я одну заказала она мне очень сильно понравилась я решила что я еще рискнул взять что-нибудь другое конечно печально что вот такое вот происходит с раскрасками а это вообще такая штучка это она возможно будет и не нужно посмотрим так ну что же давайте взглянем чем этом в кадр вмещаемся нет как это все тут выглядит дело ой бумага здесь конечно интересная я такую сушки бумагу не встречала чем-то наш пыль не пишет горле стала я такую бумагу не встречала то есть она как бы знаете на старую газету какую-то похоже только плотную мне такая ассоциация это не картонная даже на картон не похоже интересная сушки бумага первый раз такое вижу и знаете эскизы так представлена как будто действительно не распечатали это дело а мне ее взяли и вручную нарисовали раскрасили так но мы немножечко пролистали обзор я на ней наверно отдельно сниму обзор обзоры все-таки буду снимать как вы знаете я их снимаю чтобы у меня тоже так скажем было да вот как то так и стараюсь снимать на те раскраски обзоры в которых скажите скажу которых мало у кого увидишь что-то типа того но этот раскраску навряд ли мало у кого увидишь она скорее всего много у кого странно немного для меня рисовка и как-то мне кажется в в интернете когда я смотрела было что-то симпатичнее чем сейчас немного странновато на мне кажется я даже не знаю здесь еще что-то в цветном формате они есть сейчас мы к этому еще вернемся такая интересная конечно рисовка не знаю прошиты раскраска но естественно такой толщины ты чтобы его прошили это не знаю это так мне такое ощущение что она как-то отличается надо посмотреть я не сильно еще в этих раскрасках да так скажем только знакомлюсь и для меня обзоры сильно особо я не смотрела так либо вскользь либо по по старой памяти еще когда первый раз видела эти все раскраски вот ну такая странноватая для меня она немного конечно и надо посмотреть у других девочек как она выглядит у меня такое ощущение как будто это что-то не то совсем вот как-то вот не знаю почему но реально кущение как будто на этой бумаге только что мне кто-то нарисовал и не знаю красится или нет нет не красится хочет хоть это радует не впечатлило слушайте у меня как-то казалось что должно быть более симпатично ну ладно такое бывает реальность и ожидание реально для как нас обычно бывает а так вроде бы неплохая раскрасочка и здесь вот все эти постеры в цветном виде раскраска и здесь наверное как плакат по ходу что-то типа того или как это все выглядит непонятно она такая вот длинная длинная история сразу и не не поймешь когда первый раз такой видишь вот так это короче выглядит большом формате ерундовина по-другому не могу сказать и цветные картинки вот они но я люблю смотреть на примеры на то как кто-то когда-то что-то раскрасил и пробовать не то чтобы повторить а бывает вот какую-то деталь когда уже не знаю что раскрасить я могу обратиться за вот такими вот подсказками чтобы это было все дело ну скажите скажу симпатичнее так скажем если я вот допустим запуталась не знаю как тут все ну прикольно даже можно повесить себя сидите не будет на не знаю не сильно то это наверное красиво будет но можно было бы еще напополам она разворачивается такая большая достаточно не знаю плакат назову его плакатом короче вот такая вот у меня еще пришла раскраска но я немного не совсем то чего я наверное ожидала мне казалось и как-то по отзывам по видео что она намного круче а тут что-то как-то вот для меня немного странные иллюстрации да такое бывает конечно бывает ждешь раскраску думаешь сейчас прикольная когда это придет а приходит и думаешь блин зачем я ее купила да а бывает раскраску то мы ждать сейчас фигня короче придет мне это так для коллекции пусть будет а потом думаешь в какая она крутая как она нравится а тут как-то учета пока не впечатлило вот я забыла же показать как я так могла то в общем все подсохло так вот это выглядит ну по нанесению конечно наверное вот два вот этих последних получились лучше хотя и вот этот первый в принципе неплохо получился но опять же это я так наносила то есть это никак к акрилу не относится ну вот здесь вот получилось конечно лучше я так понимаю где больше я нанесла там более ровно получился более ровно лег акрил вот но в раскрасках у меня прям сильно таких проблем нет то есть на выкраске как-то вот пришилась какая-то кажется что есть а когда я раскрашиваю иллюстрацию у меня этого нету поэтому все отлично меня акрил в общем-то полностью этот устраивает ну что ж все на этом я буду завершать данный ролик у нас уже закончился июнь месяц начался июль врываемся в июль активненько вот и либо в начале либо в конце ролика было видео мой хобби влог но уже работы с раскраска раскрашенные вышли влог нужно было выпустить и вот я решила их соединить с этими покупками потому что они не такие большие их не так много и мы закончили с ними быстро вот ну что ж если вам понравился данный ролик то обязательно ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал кто еще не подписан ну и все всем пока пока и до новых встреч